Мы объединяем женщин, которые могут помогать, ребятам, которые нуждаются в этой помощи. Шьем, вяжем, плетем все, что мы можем делать своими руками. Уже отправляли помощь от нашего движения. Сегодня праздник, ходим в чат, сегодня будут танцы. Шьют девочки рубашки в госпиталя. Перед Новым годом мы отправляли бафы. Направлений работы много, одно из направлений – это маскировочные сети. В маскировочных сетях сейчас нуждаются все. Необходимо укрытие от не только глаз, в воздухе в основном находятся коптеры. Маскировочные сети нужны и индивидуальные, то есть для копов, для самих бойцов. Маскировочные сети нужны и для техники. Полотна огромные, которые сшиваются из таких вот маленьких модулей. Либо плетется большая сеть. Но из маленьких модулей она просто устойчивее, потому что есть еще каркас. Вот здесь у нас сейчас белая сеть. У нее, как вы видите, ромб. Сети есть зеленые, есть черные, есть коричневые. Девочки красят даже некоторые сети сами. Но это не обязательно, потому что на расстоянии 20-50-100 метров, в принципе, цвет сетки не очень видно. Мы пока плетем на ромбе, потом у нас будут сети квадрат, разницы нет. Откуда берутся сети? Закупаем Дели, рыболовные сети. Большие, вот эти вот огромные, несколько килограммов сетей, раскраиваются под тот размер, который нам необходим. В основном модули, минимальный модуль, это 3 на 6 метра. Но плести 6 метров неудобно, особенно если дома кто-то плетет. По меньшим модуле это вот 3 на 2. Такие вот они небольшие получаются. Но из них можно составить все что угодно. 3 на 6 и так далее, 12 на 18. С чего начинаем? То есть у нас есть сеть раскроенная, у нас есть шнур, либо других цветов каких-то. Если мы, допустим, темные сети плетем, то можно, и темная сеть у нас, то шнур можно, допустим, коричневый, хакетом. Они тоже разных цветов есть. От 3 миллиметров, 4 миллиметра, 5 миллиметров вот этот вот шнур, в принципе, оптимальный. С сердечником, без сердечника, без разницы. С сердечником они крепче, но он не такой гибкий. То есть вот этот можно свернуть как угодно, завязать. Толстые шнуры с сердечником, их вот так вот не свяжешь. У меня большой челнок. Есть маленькие, поменьше размеры. Ну вот 22 сантиметра, самый оптимальный такой под руку. Вот этот 28 примерно. Нитка капроновая. Она нужна для чего? Посмотрите, вот если обратите внимание на сеть, она обтянута. Вот этот вот шнур. То есть первое, что мы делаем, это оплетаем сеть. Квадрат легче намного, потому что у вас будет уже определенный размер. Допустим, если это ячейка 5 сантиметров, нам надо 2 метра. Количество ячейок отсчитали, завязали. И, в общем-то, никаких проблем нет. С ромбом немножко посложнее. Ячейка, видите, хитрая. Она может так растянуться. Может вот так. Когда мы ромб привязываем, нам необходимо вот примерно представлять, что должно быть равное примерно расстояние. Шнур продевается в ячейку, привязывается определенным узлом. У нас получается каркас. На каркасе уже на вот этой сети мы дальше продолжаем плести. Зафиксировала нитку, перекинула, под низ вывела, снизу скинула вот это вот то, что мы перекинули. Провела здесь челночком и затянули. Ячейку я обычно закрепляю двумя такими, чтобы вот узелок попал. Сначала делаю перед узелком и потом возвращаюсь. Узелок был зафиксирован с двух сторон, чтобы он уже никуда не ушел. Нам нужна рама. Если вы приходите сюда в клуб плести, здесь рамы у нас есть. Вот эти вот рамы есть. Есть еще одна рама, три на два, прямо уже готовая сеть. Если вы будете плести дома, вдумывают мастерицы все, что угодно. От оконных рам, да, просто натягивают на окно. Есть руки, либо есть мужчины с руками. Они делают себе небольшие рамы, да, как пяльца. Можно даже сделать метр на метр или там полтора на полтора, как удобно. Сеточку натянули метр на метр, сплели этот уголок, перевесили, перетянули и, в общем-то, плетете дальше. У меня, допустим, дома просто нитка натянута на всю кухню. Нужны какие-нибудь грузики вниз просто, либо к чему-то, да, либо внизу тоже натянуть ее. Я поверху просто прищепочками ее прохожу, прикрепляю и обатываю. Мне так удобнее. Все сети рыболовные, они делаются ромбом, они плетутся прямо ромбом уже. И раскроить их на квадрат. У вас будет слишком много отрезков, у вас расход будет ткани очень большой. Спортивные сети, волейбольные, да, они прочные, все хорошо, но они очень дорогие. Какие еще способы есть вот оплетения? Вот этот вот по стандартам, можно сказать, да, в Министерство обороны тоже есть какие-то ГОСТы, да. Они рекомендуют вот ячейки привязывать. Есть еще девочки, кто обматывает их тканью. Есть, кто прошивает зигзагом, допустим, прошивает край сетки. Есть те, кто прямо в кромпу зашивает. Нам оплетают просто так же вот нарезают ткань, только потоньше. И вот через каждую ячейку раз, два, три. Главное вот сюда в серединку не входить. Раз, два, три и так вот по всему периметру. Кому хочется, можно прямо сеть и плести. Смотрите, от чего зависит плетение. Во-первых, это заказ, что им необходимо. Либо это укрыть блиндажи и окопы, либо это укрыть технику, значит, это будут большие сети. Сети могут быть гладкие, идет по ниточке. Эта сеть, она такая более-менее пушистая. Есть еще более пушистые сети, они плетутся гирляндой и листочками. Когда есть листва, имитация прямо листочков, да, это все шевелится, такое пышное. Они одни из самых простых. То есть там нет никаких правил, вы ничего не нарушите, никакую там технику. Ну, начнем тогда с гирлянды, раз вы ее начали. Берется лента, мы делаем два надреза, чтобы у нас получилось три хвостика. Для чего они нам нужны, мы будем привязывать. Один, два мы будем связывать, один будет висеть как листочек уже. Лучше, конечно, это делать на какой-то поверхности, чтобы ровненько было. По ширине, да, нам нужны листочки. То есть по пять сантиметров, значит, первый надрез будет, ну, сантиметров десять. Под углом сорок пять градусов мы просто делаем надрезы, не доходя до вот этой вот части, где-то сантиметра полтора. С одной стороны. Вы прорезали с одной стороны, переворачиваете и в шахматном порядке, и с другой стороны тоже под таким же углом. Переворачиваем. И такие же надрезы, серединка, всегда вопрос, с какой стороны ее резать. Режем ее с противоположной стороны. И с другой стороны точно такие же надрезы под углом сорок пять градусов. Естественно, на поверхности это все гораздо быстрее происходит, чем я сейчас на весу делаю. И можно, конечно, брать не одну ленту, да, потому что материал, в принципе, не такой уж толстый. Можно брать сразу же несколько лент и их нарезать. У нас получается вот такая вот пушистая гирлянда. Гирлянды лучше всего делать из мягких тканей. То есть вот спонбонд, например, он такой более жесткий. Из него можно тоже делать гирлянды, но он будет не такой эластичный, да, не такие листочки у него будут. Но его лучше тогда нарезать, чтобы вот не порвался он, да, он такой тканик, потянули и все, и он будет рваться. И тогда его почаще просто резать, чтобы вот эти вот листочки были. Никаких особо правил здесь нет. Мы привязываем ленту на два узелка, я креплю. Берем ленту для удобства, я ее всегда сворачиваю, чтобы нам не проплетать всю ленту. Каждый уже потом под свою руку придумывает свои такие лайфхаки, как это делать удобнее. И просто через, то есть в каждую ячейку вниз-вверх, вниз-вверх, иду за воротами. Допустим, если вот я здесь повернула, у меня здесь вот наверху, видите, лента наверху, здесь вот она у меня пойдет вниз. И в хаотичный порядок. Мне проще, допустим, змейкой идти. То есть вверх-вниз, вверх-вниз, и получается определенный узор. Плетем в каждую ячейку, потому что она сама по себе и так будет скручиваться, и она будет оставлять место вот здесь. Вот просветы они будут. Плотное плетение мы не делаем, потому что 60-70% сети должно быть наполнено материалом. Все остальное должно быть дырочки. Исключение – это зимняя сеть. Огромные машины их техника накрываются такими белыми сетями, они такими прямо сплошными лентами сделаны. Но они тоже через одну плетутся. Не обязательно вот так вот зигзагом, да, не обязательно змейкой. Можно пойти в любую сторону, плести ее через один и выплетать узоры. Кончик мы опять же привязываем стороне ячейки. Все, у нас получилась такая вот змейка. Заплетаем таким способом всю сеть. Некоторые делают прямо плетут. У нас диагональ, да, если бы это был квадрат, то просто сверху вниз или снизу вверх. Белые сети очень быстро получаются. Там все равно не видно никакой геометрии. Если нам не нужны никакие пятна размытые, просто крепим. Вот такая белая сеть может получиться, ну, я не знаю, за пару часов, наверное, одной можно справиться. Это то, что касается гирлянд. Плетутся они, ну, как я уже сказала, из мягких тканей. У нас будет Оксфорд. В основном сети делают для того, чтобы укрыть оптически. То есть у нас нет такой цели закрыть полностью и спрятать. Всех мы это не сделаем. Есть часто вопросы, видят ли через тепловизор, через приборы ночного видения. Да, видят. Тепло отдают все, особенно если это техника. Если он только что отстрелялся, вот чем угодно накройте эту технику, она все равно будет отдавать тепло. Но мы можем размыть вот это тепло. Непонятно, тепло отдает и человек, и камень, и техника, и живое существо, и неживое существо. У нас все отдает тепло. И если мы визуально размыли, вот это вот, укрыли место, то непонятно, кто там, человек или камень. Стоит на него тратить снаряд или не стоит тратить на него снаряд? Вот если есть заказ оттуда, что нам нужна вот прямо зима-зима, белая зима, значит, тогда мы делаем без всяких пятен, просто белые сети отправляем. Если вдруг снег подтает, они сами ее доделают. То есть там нет такого, что стерильную простыночку накрыл, и все. И она три месяца белая. Нет, она уже через пару часов станет не белой. Поэтому и сети нужны постоянно. Это расходник. Сдернул, все, она там где-то уже порвалась, где-то испортилась, где-то заморалась. И ее уже использовать нельзя. Пятна мы делаем под природу. Вот это в основном насмотренность, да. Вот если сюда посмотреть, никакой геометрии нет. В природе нет цветов черного. Есть коричневый, чернозем, деревья, коричневый цвет, проталины серые где-то. Если это зима, значит, белый цвет. Если это весна, значит, зеленый где-то уже травка пробивается. Если это лето, то это в основном зеленый цвет. Если это лес, если это степи, значит, это желтый, бежевый. То есть мы подстраиваем сети под ту местность, где у нас находятся сами заказчики. Нам главное заполнить все ячейки, чтобы они были разноцветные, чтобы не было четких квадратов. Допустим, вот я змейкой пошла и пошла там 5 на 5. Так, 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 так. У меня получится четкий квадрат пятна. Ну вот пятно четким квадратом. Вот такого не надо, нужно размывать. То есть мы начинаем здесь, пошла сюда. Не четкие вот эти вот зигзаги, чтобы они были. Можно полосой сделать. Можно там веточка упала, да. Имитируем веточку. То есть вот просто какой-то изгиб. Здесь кочечка у нас. Травка проступила, да. То есть вот внутри у нас будет прямо зелененькая, вокруг вот коричневая. Я уже смотрю, ага, вот так интересно проталинка вот эта смотрится, да. То есть можно вот такое вот там пятнышко сделать. Или это насмотренность. То есть нужно обращать внимание на природу, на сюжеты, на фотографии, которые оттуда присылают. Ну и плюс заказчик. Если он говорит, мне нужна грязная грязь, то, естественно, мы туда бежевый не будем вплетать. Мы будем туда вплетать коричневый, темно-коричневый. И все оттенки вот этого коричневого. Бывают большие пятна, бывают поменьше пятна. Единственное, если мы плетем вот такими модулями маленькими, три на два, мы их обязательно будем соединять. Ну, либо ребята будут соединять. И если у нас вот здесь вот пятно, а вот здесь вот другой цвет пошел, то это будет резкий переход. Либо им нужно будет чем-то это маскировать, но они, скорее всего, так и сделают, да, замаскируют. То есть, ну, критически это не страшно. Но лучше этого не допускать. То есть пятна где-то вот в серединке, вот так вот где-то, несколько ячеек, чтобы у вас от края эти пятна не выходили, либо там веточка упала. Ну, есть уже прямо схемы рекомендованные. Есть ваша фантазия. Думала распечатать эти схемы, потом я от этой идеи отказалась, потому что начинается как. Ага, вот эта схема легкая, вот эта легкая, вот эта легкая. Я вот три схемы возьму и буду плести только ими. И у нас получается читаемый узор. В природе нет никакой геометрии. Нет никаких ровных квадратов, прямоугольников, кругов. Плетется, это плоское плетение. Также через ячейку, то есть ячейка вверх, ячейка вниз. Больше пяти в ряд их лучше не делать. То есть, ну, шесть это вот самый-самый максимум. Семь это уже много. То есть, вот уже линия будет просматриваться. То есть, у меня вот один ячейка, два ячейка, три, четыре, пять. Вот здесь вот я уже должна сделать поворот. Сколько у меня? Один, два, три, четыре, пять ячеек. Вот шестую я еще могу занять для поворота. Дальше уже не делаем. То есть, вот таких вот длинных полос не должно быть. Спонбонд, он довольно-таки плотный у нас. На 70-80. Поворот может быть на 90 градусов. То есть, вот я шла сюда, пошла вниз. Либо он может быть на 180 градусов. Вот он вот такой вот жесткий поворот. И плиту дальше. Чтобы у нас вот ровных квадратиков не получалось, мне бы вот здесь вот либо на одну больше сделать, либо на одну меньше. Либо развернуться где-то, чтобы пойти в какую-то другую сторону. То есть, она заполнена будет. Вот эта ячейка заполнена, а эта уже не заполнена. То есть, уже слом такой пойдет. Два поворота подряд быть не может. Повернули, вот у нас уже одна ячейка проплетена. Вот дальше я уже могу повернуть. Могу развернуться, могу повернуть. И, допустим, ну вот сделать поворот и плести дальше. Схему я не использую. Я сейчас плету, как мне плетется. Это фантазия некая. Но при этом сохраняется геометрия. Очень популярное плетение. Потому что, в принципе, она легкая, делается быстро. И оно по стандартам Министерства обороны. То есть, они плетут вот так, но у них есть конкретные схемы. Вот несколько там наборов. Вот здесь очень неудобный поворот. Если я здесь так вот сделаю, то у меня получится перекрут. Да, вот здесь вот два поворота. Поэтому я лучше пойду вперед. Как вот это вот спрятать? Можно либо повернуть здесь и сделать вот так. Да, и здесь закрепить. Ну, либо другую ленту там начать. Лента примерно метра полтора. Полтора, метр шестьдесят оптимально. Допустим, у нас одна лента. Вот здесь произошел разрыв. И все. И вся лента, она у вас будет вытягиваться. А вот здесь вот у нас узелок сделан. И у нас выплетится всего лишь вот этот маленький кусочек. А если это будет одна нитка, она выплетится вот сто процентов. Пока они там едут, пока они ее таскают. Есть еще очень такой простой вариант плетения. Они комбинируются. Она очень часто комбинируется с листочком. То есть вот плоским заплели, заполнили всю сеть. А чтобы размыть вот эти вот границы четкие, прошлись вот этими листочками, гирляндами. Вот лучше сначала все заполнить, всю сеть. А дальше уже замаскировать, так скажем, размыть. Либо, если плоская нам не нравится, не подходит просто использовать перекруты. И мы просто как бы оплетаем. То есть сверху вниз мы оплели ячейку. Пошли в следующую. Получается у нас заполнение тоже. Видите, ячейка вроде бы и не до конца заполнена, но при этом она прикрыта. Вот такие перекруты ими можно заполнить сеть. И потом уже смотрите, если вам нужно где-то более-менее там размыть, где-то четкие получились границы или еще что-то, можно опять же пустить нашу гирлянду. Беру спонбон. Спонбон, в принципе, можно для перекрута использовать. Сложнее его пропускать через ячейку, потому что он такой плотный. Плюс его в том, что он не так деформируется, как ткань. То есть вот тут вот, если ее прижать, то она ушла уже у нас на края на самые. И тут уже получается половина ячейки открыта. Их можно все равно использовать для перекрута. Тем более, если вы сверху еще чем-то закрываете. На одну сторону, вот на одну сторону, два узелка мы не делаем. Вот так вот, чтобы два узелка на одной. Лучше, если вы даже на эту же ячейку делаете, то лучше на другую сторону. Ячейка порвется, сама нитка порвется. У вас хотя бы одна ниточка останется, и там узелок останется. Вниз пошла, под низом пропускаю. Можете, допустим, использовать перекрут и гирлянду. То есть вы пятнышко можете гирлянды сделать. Вы крутите, 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 а здесь сделали гирлянду. Там кочка у вас, травка у вас там вылезла. Вот так вот можно. Можно, можно креативить, можно. Главное, чтобы это не демаскировало. Если это маскируют, значит, это можно применять. Если это четко видно глазом, вот этот перепад. Вот если вы вот здесь делали схему, потом пошли на перекрут, и вот здесь сделали какой-то переход гирляндой, прикрыли здесь, прикрыли здесь, и не видно вот этого четкого. Если я там рядышком сейчас делаю, то будет прямо видно, что здесь схема, а здесь какие-то пышности, фонарики, волны и так далее. Вот если это видно, то так нельзя делать. Заполняем вот так вот сеть разными цветами. Точно так же пятна делаем. И сверху можно гирляндой пройти где-то, замаскировать. Можно так оставить. Ну, если вот именно нужно спрятать, они будут и ветки привязывать, и траву туда кидать, и землю, и снег, и все что угодно, лишь бы это вот сочеталось с местностью. Обрезочки вот такие вот. У меня кто-то спрашивал, да, выбросить или нет. Нет, не выбрасываем. Лоскуточки могут использоваться тоже для маскировки. Галстучки называются. Лоскуток, какой у нас есть, делаем прорезь, сворачиваем пополам ножничками. Опять же, можно их много-много взять, сделать надрез, не до конца, чтобы у нас вот здесь вот, ну, не порвалось. Просто обвязываем. Узелок. Маск-халаты, разведка, да, они в основном вот из таких вот делаются. Еще паучки есть. Тоненькие ленточки нарезаются и перевязываются посерединке. Получается такая бахромушечка, паучок. И по всей сети мы вот этим занимаемся. Тут можно любые пестрые ткани, они, когда вот это вот все будет заполнено, они в любом случае будут все перемешиваться, перекликаться между собой. Начинать снизу вверх. Они же висят там на 15 сантиметров, да, там на две ячейки примерно, а вот сюда нужно подлазить каждый раз. Если где-то у нас оторвался галстучек, ничего страшного. Кто любит вот это монотонное вот вязание, в принципе, можно использовать. Есть уже всякие там лайфхаки, как свернуть так ткань и тремя разрезами сделать, чтобы получилось сразу же 24 маленьких вот этих вот лоскуточка. Три мало, ну, 4-5 взяли. Один, два, три, четыре. И пятым перевязали. На паучки можно деток взять детей. Вот вам лоскуточки и делайте вот такие вот штучки. Не очень удобно то, что они ездят туда-сюда. Если мы в саму серединку сюда цепляем, он уже никуда не денется, он не будет на своем месте. Вот эти вот паучки и галстучки, их можно вообще в любое плетение вставлять. Вот если у нас вот так вот будут два угла, видите, у нас тогда вот здесь вот будет, ну, практически квадрат пустой. Либо нам его нужно будет тоже заделывать, ну, что-то сюда повесить. Либо лучше сместить его просто. Да, то есть сделать поворот вот здесь. Вот так, тогда у нас заполнится полностью вот этот квадрат пустой, чтобы они друг на друга носиками не смотрели. Техники плетения я вам показала, да, то есть это гирлянда, либо листочки, как нарезать, я тоже ее показала. Это схемы, они есть определенные схемы, можно самим придумывать эти схемы. Главное размещать их так, чтобы они подряд одинаковые не были, чтобы они, вот четкая геометрия не читалась. Это совмещение разных схем и разных цветов. Это перекруты, которые могут быть тоже, комбинироваться и цвета, и плетение в разные стороны, там, и вверх, вниз, и зигзагами, и змейкой, и всем чем угодно.